Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Однажды в купе поезда Стэйниц оказался в компании маленькой девочки лет девяти с отцом. Отец решил завязать разговор со Стэйницем. Чем вы занимаетесь? Стэйниц ответил, играю в шахматы. Тут вмешалась девочка. Когда я была маленькой, я тоже играла в куклы. Паула Фихтер, бывшая экономка Зигмунда Фрейда, вспоминала. Однажды к нам в гости зашел доктор Ласкер. Он сразу же мне понравился, потому что, когда пил кофе, то клал в стакан всего одну ложку сахару. Да и то неполную. Сразу было видно, что воспитанный человек. Международный мастер Дус Хатемирский прожил почти до 85 лет. Лично встречался со всеми чемпионами мира до Фишера и любил рассказывать о своих встречах с ними. Но особенно его поразил Ласкер. Три дня жил у него в доме и ни одного слова о шахматах. Однажды Капабланку на одной пресс-конференции спросили, действительно ли он собирается жениться на дочери Форда-старшего. Капабланк улыбнулся. Да, я действительно собирался стать зятем Форда-старшего, но миллиардер меня подвел. Он производил на свет только сыновей. В 1925 году в Москве проходил международный шахматный турнир и съемки фильма «Шахматная горячка». В обоих мероприятиях участвовал и чемпион мира Капабланка. Как-то во время съемок он давал сеанс одновременной игры на 30 досках. На одной из досок играла чемпионка дворца пионеров Валентина Токаревская. Это была очень красивая девушка, позднее ставшая актрисой театра сатиры. Капабланка всегда был неравнодушен к противоположному полу и, увидев, какая красавица играет против него, остолбенел. После первого же хода, сделанного девушкой, Капабланка положил своего короля на бок и прошептал «Сдаюсь». Остальные 29 партий он, разумеется, выиграл.